Да, мы на связи. Так, прекрасно, или, слишком хорошо. Итак, Ангела, как ты? Лев, я хорошо, спасибо, как ты? О, прекрасно. Рек, как у тебя дела? Супер! Да. Мисс Габи? Я хорошо. Габи тоже все хорошо. Я спала последние два дня на вечеринке в доме. После Нью-Зеландии, я думала, ой. Я очень много спала. Но теперь я хорошо. Я после Новоселандии спала два дня подряд. Итак, первое, есть какие-то вопросы? Какой-то тело пришло с вопросом, что хочет задать сегодня? Есть вопросы? Нет? Нет? О, мой Бог! Вы чувствуете то, что я чувствую и вижу, что что-то меняется на данный момент на нашей планете? Какое-то странное происходит? Вы чувствуете то, что я чувствую и вижу? Что-то меняется на данный момент на нашей планете? Что-то происходит? Вы это чувствуете? Ни наши люди не виноват. Там много людей, которые чувствуют, что они трудно дышать, что они трудно ухватили, что они структуру от раненых. Я чувствую, что они имеют в виду сердца… Некоторые даже кивают, а я ж не вижу, я сижу без камеры и телефон открыт. Для меня, часть того, как встать, становится более осознанным о том, что происходит вокруг нас, но не делает это значимым. И Heidi говорит, что она имеет раш в тело, что абсолютно нежно, и она не имеет раш в месяц, это как первый раз. Еще раз. И Хайди, она жалуется, говорит, что у нее на данный момент по всему телу она покрылась корочкой, которая еще чешется, это за долгие, очень долгие годы у нее впервые снова проявилась. Да, такие вещи происходят на данный момент. И очень часто мы себя делаем неправильными, неправыми за то, что мы осознаем. Мы делаем даже себя неправильными, потому что дышим и существуем. Никто никого так не происходит. Никто не знаком с таким состоянием. Я знаю, я делаю. Я часто делаю себя неправым. Потому что я ощущаю себя очень часто неправым. Грэг, ты просто включай всю планету в свои ощущения, соединяйся с планетой. Грэг говорит, да, я это делаю. Грэг говорит, да, я это делаю. Do you trust с вами? A вы себе доверяете, вы себе верите? Do you trust your knowing, or do we still buy into it? We actually don't know, we have to trust somebody else that like the priest. вы себе доверяете, доверяете своему знанию или вы даете власть другим и верите, слушаете других или шаману, или доктору, или тому, или другому, или тому мы действительно в состоянии мы не можем верить в нас мы можем верить в нашу уверенность мы как-то так кондиционированы, обусловлены, что мы себе не доверяем нужно обязательно кому-то другому поверить, послушать другого и для меня, часть того, о чем мы говорим это научиться просто верить, что вы знаете и для меня очень важно, что научиться доверять себе, своему внутреннему знанию и да, тяжело себе самому поверить поверить в себя, потому что нам сколько говорили то себе верить нельзя, нас сделали неправильными и сколько раз вы получали все-таки подтверждение, что вы знаете сколько раз у вас было такое состояние, что я недостаточен я не верю в себя, я не смогу я сегодня платила 200 евро, потому что я не верила в мою знание а Габи говорит, а мне пришлось сегодня 200 евро заплатить, потому что я своему знанию не поверила моя собака уже где-то несколько недель не кушает и я подумала, что это, и опять же, она дева, она принцесса, она просто хочет кушать определенные продукты и она же принцесса у меня у нее огромный волкодав она у меня дива она не все кушает, только специально какие-то выбранные отборочные фрукты но все равно, я пошла к медицинам и взяла ребенка с ней где вы пошли к медицинам? к медицинам, к тир-адсту а, пет, пет, окей пет, пет тир-адст, тир-адст да, я знала, и все равно ее повела к врачу к петинернару и он взял все крови и взял все эксперименты мне стоило 200 евро чтобы наконец знать, что она абсолютно здоровая и что она просто дева и мне я платила 200 евро я знала, что моя собака дева что она знает, что она здоровая сделали кучу анализов взяли кровь и чтобы доказать, что она здоровая Мы пытаемся найти подтверждение везде того, что мы знаем, что это правда, это правильно, вместо того, чтобы просто верить в себя. Сколько раз это происходит, когда работаете с другими людьми? Что бы произошло, если мы просто не следовали вашему уму, просто полагались на ваши знания? Что бы случилось, если мы просто отпустили все? Это очень смешная вещь. Морган, волкодах, кушает бананы. Габи сегодня предложила банану, она отвернула голову, нет, сегодня не хочу. Как только Габи притворилась, что она стала есть этот банан, она захотела. Она как мы, как только видит, что кто-то что делает, она повторяет. И, вы знаете, у нас есть люди, у нас есть клиенты, у нас есть клиенты, где мы знаем, глубоко внутри, что есть проблема. И мы встречаем таких людей, у нас есть клиенты. И мы спрашиваем, а это что? И мы спрашиваем, а это что? И они говорят, я не знаю. И вы знаете, что они делают. Что вы делаете со своим знанием? Вы делаете себя неправильным, потому что вам кто-то сказал, что вы не правы? Я учусь, что вы думаете, что вы не правы. И иногда я даже сказал, и потом они мне сказали, что я не права, и пытались меня убрать. И иногда мы как-то получаем, якобы, доказательства, что мы не правы. Но, когда я, например, начинаю работать с делами, я знаю, что я знаю, и вы знаете, что вы знаете. И самое интересное, я знаю, что клиенты знают. Я просто нужно принимать, что они не хотят смотреть на это. Я просто разрешение, позволение, что они не хотят туда смотреть. А что случится, если мы все будем доверять, начнем доверять себе? Доверяйте этому внутреннему знанию. О, извините, Каби, я просто минул тебя? О, я просто сказал, что кто-то просто вложил деньги в банк. Я услышала, как будто деньги в банке попали в банк. Да, но это все эти вещи. И доверять не в том, что понимать, что ты можешь прыгать через эту пленку, и это не будет разрушаться. Это доверять, и это дело, это доверять в твоей осознанности, что вы и ваше тело знают. И вы можете научиться знать, доверять своему внутреннему знанию. А это имеет смысл как-то для вас? Да? Потому что, вы знаете, мы говорим о пять элементах, или точки зрения интимности, и есть эта вероятность. Это не о вероятности, извините. И доверять, когда вы с кем-то работаете, что их дела знают. И доверять, когда вы с кем-то работаете, что их дела знают. И доверять, что когда вы притрагиваетесь к телу другого, что ваше тело знают. И доверять вселенной, что вселенная знает и вас поддерживает. Вы знаете, много модальностей существует, которые говорят, да, мы хотим вас научить, как себе доверять. Но ты пока не знаешь, приходите к нам, и мы вам дадим все ответы. Что я бы хотела видеть с людьми, то, что они не приходят к кем-то работаете. Извините, опять же, Грег. Что я бы хотела видеть с людьми, то, что они не приходят к кем-то работаете. Они не нужны. Что я бы хотела видеть с людьми, то, что они не приходят к кем-то работаете. Это невероятно, Грег. Я знаю. Нет, нет, невероятно. Потому что, когда я пошла на Zoom, я написала какие-то думки, которые у меня сегодня. И что я написала, что я не хочу, чтобы люди думали, что они должны приходить к кем-то. второй раз на класс. Потому что, если вы понимаете, что никто не больше, чем вы, не больше, чем вы, вы можете выбрать, чтобы приехать к классу, чтобы быть вдохновлено еще больше. Да. И что происходит? Я написала, что я хочу, чтобы люди получили из наших классов, что они знают, что они не нужны, чтобы никто не рассказывать. Что они знают и нет необходимости обращаться к знанию и кому-то еще они знают. Так что, Грег, мы в синхо. Я думаю. Я думаю. Это где-то, где это сомнение. Это сомнение себя. Это сомнение себя и доверяя, что ты знаешь. И, как происходит, когда эта классика происходит, я и Гави не думали, что я и Гави не сомнение, но это сомнение. Они становятся эти осуществления и обеспечения о том, что еще может быть. И люди, когда приходят на класс, они вдохновляются, очень много обсуждений, и делятся своими опытами, задают вопросы. Это класс я делал в Будапеште. И это было... Да, у нас был класс в Будапеште. И прямо в начале я сказал всем, «Все, это не я как учитель, я просто друг, я не учитель, я как друг». И мы можем вместе что-то смотреть, что-то открывать. И это было очень пеноменную класс. У нас такой был замечательный класс, я столько научился от них. Это значит, это научиться делать это вероятность и вероятность, что это светлое в голове, что это тебе, не твоя папа или твоя мама. Вы учитесь, вы знаете, что вы знаете. И вот эти голоса в голове – это не мама, не папа. Это ваши знания. Ну, в самом деле это ваша мама или папа иногда. Ну иногда это тоже ваша мама, да и ваш папа. Но это нужно убрать их, чтобы вы слышали себя. Да, это нужно узнать, как разобрать, что вы, что вы, и какие голоса, которые приходят из-за власти. Это научиться отличать, а где голоса мамы, где папа разговаривает со мной, а где я, собственно говоря. Да. И, знаешь, даже в основном классе, которую мы делаем, «Алхемия тела» – это дискуссия, это эксплуатация. Это место, где вы научитесь верить, что вы действительно знаете. И даже в наши самые базисные классы, вступительные классы – это о том, что мы учимся доверять себе. Я имею в виду, если вы сейчас остановитесь на момент и почувствуете свое тело, что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Что вы чувствуете в вашем теле? Галерия, вы не хотите делать это, во время вы двигаете. И как вы чувствуете? Вот что вы сейчас ощущаете, вот в этот момент, какие ощущения в телах? Конечно, не делайте это, когда вы за рулем прямо сейчас. Почувствуйте, какое пространство? Что там внутри? Какое пространство? Что там внутри? Там есть мир, спокойствие, тишина. И там есть знание без слов. И это то, что мы научились от самих даже прятать. Что случиться, если мы этому снова откроемся и послушаем себя? Послушаем к этому виду и знанию. Послушаем к этому бытию и знанию. Что бы вы могли создать? Кто вы можете и кем вы можете стать? О, Господи, вы можете собой стать? Реально? Он сказал, что вы становитесь больше чем вы, вместо того, кто вы думаете, что вы хотите быть. Что это было? Да, у нас есть вопрос, Грек. Да? Да, пожалуйста. Я сейчас скажу на русском, ладно? Да, хорошо. Значит, вчера вечером, когда я сказала, что я выбираю быть собой тотально. И у меня вдруг внутри было такое сжатие, страх, потому что как будто все, что я делаю, да, работаю, вот вся моя жизнь, да, я прямо растерялась. Как будто это все не важно и вообще должно быть что-то другое. Да, можно переведу? Да, 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 да. Да, вчера я делала выбор, что я хочу быть полностью я, полностью я. И вдруг это было так странно и появилась страх. Я очень плакала. Я очень плакала. Я очень плакала. Да. Потом я успокоилась и, ну, как-то расширение пришло, но понимание, что как бы нет. Да, понятно. И тогда я стала спокойной, и понимание пришло. О, это так классно. Это классно. Потому что, знаешь, часть этого, это вообще, что нужно пройти за страх, что нас могут увидеть, кем мы действительно являемся. И когда мы себя показываем, мы иногда сталкиваемся, что нас отвергают. Вау. Как классно, что ты это ощутил. Что ты выбрала быть этим. Что ты выбрала быть этим. Что ты выбрала быть этим. И для меня. И для меня очень часто я выбираю быть одной, чтобы выбирать себя. Потому что это может быть очень трудно. И это может действительно истощать, когда очень часто находишься с нами. И для меня это необходимость иметь время, когда я только сама с собой. И часто мое тело мне показывает само, потому что я не была достаточно осознанна, и что это осознает, что я хочу быть одной. Какие последние два дня, когда я провела в доме, большинство время alone. Да, только Морган была позволяя быть с нами, потому что она исчезает. Да, только Морган. Моей собаке было позволено быть в моей постели, потому что она целительница. Но что случилось? Это было очень хорошая испытания. Моя тело было так спокойно. Моя тело было так спокойно. Я могла лежать в доме, как за 4-5 часа утром, думать о ничего. Не делая, не делая. Просто чувствуя это спокойствие. И удивительное ощущение, когда лежишь даже 4 часа. Ничего не делаешь, ничего не ощущаешь, ничего не думаешь. Просто тишина и покой внутри. Да. Так что, почему не? Почему не нужно? Почему не нужно путешествовать и проводить все время с людьми? Почему просто не перехватываться и идти в эту ощущение в нашем теле? Почему не всегда в этом ощущении, что мы чувствуем в нашем теле такой внутренний покой, тишина? И также, что мы часто не позволяем себе это делать. Мы часто не позволяем себе это выбирать. Потому что мы научились, что мы должны создавать, мы должны участвовать, мы должны выходить. Нам кажется, нам надо же заставать, куда-то идти, участвовать. Но иногда интересно и возбуждающий ощутить, кто другие, кто нас окружает, кто они. Чтобы мы снова могли чувствовать, что мы являемся. Вместо того, чтобы чувствовать выборы других людей, их страхи, эмоции, их точки зрения, их нужды. Да. Итак, это вам знакомо? Вам это знакомо? Да. Это то, что мы делаем, когда мы идем в природу. А что мы еще делаем? Мы идем в природу. Мы идем в природу, где нет осуждений. Да, это как бы, ну, образно говоря, цель всего, чтобы осознать, кто мы являемся на самом деле. Потому что, если мы действительно знаем, кто мы являемся, мы можем создать все. Теперь мы частично. Ух. Ух! Пуф! Ух! Ух! Есть еще вопросы! Есть еще вопросы? Да. Ух! Ух! у меня такая работа творческая с людьми, а вечером я еду за город, у меня тоже собака, природа, и я одна. Я никак не могу построить отношения. Вот, и это уже много лет. И мне, с одной стороны, спокойно, а с другой стороны, как-то не очень. Я не понимаю. Вопрос, то есть вот, нужно обрести себя, и потом придет тот человек, или это может быть вообще не случится, как-то. Поняла. Я имею в виду критическую работу с людьми. В вечер я домой, я в природе, у меня дом, у меня собака, у меня собака, и я alone, enjoying myself. Но я, за много лет, у меня нет отношений. И моя вопрос, то есть, если я просто становлюсь себя, и тогда я буду создавать отношения, или это никогда не случится, или как это происходит, как это происходит, как это происходит с отношениями? Действительно. Правда. Вы действительно хотите сейчас, сейчас, как предназначено по этой реалии. Так, ты правда, ты действительно сейчас хочешь отношения, как сейчас наша реальность это описывает? Ты хочешь кого-то в твоей жизни, но ты хочешь... Ты хочешь кого-то в твоей жизни, но ты хочешь... Да. Я всегда встречаю, где меня ограничивают, либо мне некомфортно. Сейчас, можно я переведу? Ага. 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 Здесь нет никакого, países. Ничего именно. Вам не���иться детской 있다고, ничего не спросите, что нужно, очень много денег. И да, вот хочется же отношения, где никто не давит и не ограничивает. Зачем это? И когда ты говоришь, что ты не хочешь мужчину, который тебе будет говорить 24 часа, 7 дней на неделю, что тебе делать? И что ты должна довольствоваться, что есть, бери то, что есть. Но правда в том, что ты не готова вот так жить. Да, потому что ты же самая женщина. Ты своя, себе женщина. Да, мы говорим много в классе о том, как создать то, что ты хочешь. И с тем, что ты говоришь, Валерия, ты должен быть осознанным, как ты хочешь чувствовать. И да, мы много говорим на классе о том, как создавать то, что мы желаем. И да, как ты говоришь, Валерия. Это не так много о том, что я хочу отношения, не хочу отношения. Это о том, как ты хочешь чувствовать. Как ты хочешь в воскресенье. Как ты хочешь в беде в вечеринке. Это о том, как ты себя хочешь ощущать. Как ты хочешь просыпаться. Как ты хочешь ложиться спать. Да. Это о том, как ты хочешь чувствовать. Да. Да, это о том, как ощущать тебя. Что ты хочешь чувствовать. И да, вот когда ты вот себя спасаешь в этом состоянии, а что я при этом хочу чувствовать. Как ты хочешь чувствовать. Чем больше ты вот будешь идти туда, в это ощущение. О, я себя хочу ощущать. Хочу мир. Хочу покой. Хочу радость. Чем больше ты будешь так действовать, как будто ты уже там находишься. И тогда автоматически, ты будешь делать все, чтобы создать это. И ты автоматически будешь поступать так, чтобы это создать. Спасибо. 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 Ну, теперь, девушка iPhone, нет имени, поэтому я просто нужно верить на это. Она имеет свою руку для вопроса. Так, есть iPhone, где нет имени, а она подняла руку. Это кто? Задавайте вопрос. Привет, может быть, это я? Да, может быть. Maybe it's me? Yep, it is. Да, это ты. Я хочу спросить, как отличить истинный голос от неистинного? Ну, вот, например, едешь по дороге, сверните налево, один говорит в голове, а второй говорит, нет, нет, давайте направо. И, ну, сворачиваешь налево, и оказывается, что это, ну, неправильно. Иногда сворачиваешь направо, и это правильно. То есть, как бы, вот, как отделить зерна от плевел? Поняла. Ну, вопрос. Как найти, как понять, о том что, где есть вера, вера? Потому что иногда ты слышишь вас, где говорят, что, вера, вера. Вы переходите, и сделаете ты лишнюю трещину. И обязательно ты… Хорошо, и да, это круто. И как будто бы реально, да, вера, 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 дело вопроса, что ли ты действительно веришься? Что это моя, вера, 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 вера? Отлично, это как бы то, как делая. И иногда, знаешь, когда мы получаем эту голос, но вы получаете очень тяжелое ощущение с ней, вы понимаете, что это не вы. Эта голос, которая новая, всегда скажет вам что-то великолепное, радостное. Этот голос никогда не сделает вас неправильным. Так куда ехать-то, налево или направо? Я не знаю, что тебе ответить, потому что с того момента, как я молодой мальчик, мне очень четкие голоса, очень все ясно. Однажды был такой очень громкий голос, пристегнись. Однажды был такой очень громкий голос, пристегнись. Так что я не мог бы иметь машину. Извините? Это не сказали, что не двигай, это было бы гораздо лучше, потому что тогда я не мог бы иметь машину. Да, может быть, не везти машину было бы более умный выбор. Так что, знаешь, это как... Для меня это как... Я могу тебе задать вопрос? Так что, правда, ты действительно сомневаешься, кто твой голос здесь, твой истинный голос? Или не сомневаюсь, где мой истинный голос, где истинный, потому что у меня в голове всегда радио. И много каналов этого радио. Да, 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 да. Я реально спрашиваю, где это действительно мой голос, потому что в голове есть радио. Так много каналов в голове. Да, да. Так что я могу вам сказать, что никакого этого нет твоего голоса. Вы должны просто выключить радио и ждите твоего голоса. Это просто слишком громко, очень шумно. Я имею в виду, сколько людей живут там, где ты живешь, в городе. Посмотри, когда ты ходишь по улице, сколько людей тебя окружает. Угу. 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 И даστε, как в женщине, желаю вы ikke automatically отыкручить ровную, дастabe이는 genuinely маленьких женщин. Ими часто это本当лично хорошо уйти сейчас в cryptополе на протелинии эти названия, ну как видите… Угу. И мы говорим об этом в той части класса, которая называется «Магия отпускания» И мы как раз об этом будем говорить в той части класса Спасибо Приятного аппетита! Спасибо Приятного аппетита! Есть еще вопросы? Нет 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 Крэг, у тебя есть еще что-то добавить? Что-то сказать Какую энергию Земли вы готовы сейчас получить и признать? Энергию знания Энергию знания И как вам кажется, она может всем быть вкладом в Землю? И как много из нас, как эта энергия начинает плавать в нашем теле, когда мы спим в ночь? Мы идем в резистанцию и пытаемся контролировать и держать ее обратно? И так это создает больше для нас Что произойдет, если мы просто отпустимся? Если мы просто скажем «Я получаю», «Я получаю», «Я получаю» И аппетит И отбавшим все наши барьеры И даже наш тел, что мы можем создать с этой энергией, которую нам подарили в подарок. Что мы можем сделать с этой энергией? Как ваши дела бы себя ощущали во время дня, в течение дня? Как вы бы себя чувствовали? В конце концов, это не очень сложно. В конце концов, это не очень сложно. Да. Это что-то, о чем я очень рада. Симплисит в всех вещах. И то, что я действительно, от чего я получаю удовольствие, вот это простоту во всем. Что-то, что мы действительно идем куда, это простота, легкость. Кто там шепчется? Кто там шепчется? Кто там шепчется? Я понимаю, вот эти все вещи могут настолько многие создать. Когда вы доверяете себе и отпускаете все страхи. И когда вы отпускаете в страх, вы более вдохновлены. И когда у вас нет страхов, что вы действительно не можете сделать. Очень много. И страх, это вас ограничивает от того, чтобы сделать выбор, чтобы составить больше. И страх, это вас ограничивает от того, чтобы взять руку другого человека. Посмотреть к кому-то другому в глаза и сказать, привет, я тебя вижу. Страх это не реальный. Но это хорошая штука, придуманная лидерами, чтобы контролировать людей. И когда у вас нет страха, вас невозможно контролировать. И вы становитесь теми великолепными существами, которые могут все создать, что вы выбираете. Стать всем, что вы выберете. Вы хотите это попробовать? Вы хотите это попробовать? Класс. Это начинается с того, что вы себе доверяете. Доверять вашему знанию. Доверять вашему знанию. И просто идти вперед. И идти вперед. И идти вперед. Он хотел научиться подниматься по самой высокой горе в Новой Зеландии. Он просто был простым фермером. Он просто был простым фермером. Он начал скрыть в маленькие горы. И потом он начал скрыть, до того, чтобы скрыть все большие горы в Новой Зеландии. Я перенесла. Ты мутил меня с горы. Я не触ал тебя! Да, ты делал. Ты делал. Ох, я не знаю. Нет. Грег, нет. Снова включил микрофон. Да, вот мужчина, я не знаю, до которого было слышно, это мужчина от Новой Зеландии хотел научиться подниматься на самую высокую гору в Новой Зеландии. И есть, где учат, как сначала на маленькие горы подниматься. И когда он уничтожил все это, он должен идти в Асфере. Так что он начал скрыть все моря вокруг мира, до того, как он чувствовал, что он достаточно практический, чтобы он мог скрыть большие моря. И он по всему миру поднимался по горам. И считал, что ему надо сначала научиться, чтобы овладеть и подняться на самую высокую гору в Новой Зеландии. И он поднялся на Эверест. И он поднялся на Эверест. Так что, вы знаете, мы считаем, что все, что вокруг нас находится неизвестимое. Но когда мы научим себя верить, есть ничего мы не сможем улучшить. И нам кажется, когда мы сдадимся и будем доверять нашим внутренним знаниям, что-то такое случится. И вы сможете, когда вы будете себя доверять и сдадитесь вот этому внутренним знанию, вы сможете подняться на все горы. И вы можете создать те отношения, с которыми вы хотите, чтобы поделиться вашей жизнью. Или просто поздравить, что мы не хотим этого ничего больше. Но это все про это. Это все про это. Так что, в реальности, приглашение, доверяйте себе, доверяйте своему знанию. Доверяйте, что ваше тело знает даже если ваш ум не доверяет. Я вижу тебя. Я хочу... Да, да. Ага, здесь вы. Вот так много. Да. А, здесь вы. Да, это будет. Да. Так что, здесь вы. И, реально, и в классе, я не знаю, это один, два, три, которые уже были в классе, и это будет, реально, что это будет, не так? И люди, которые были у нас на классах, они знают. Вот, мы хотим вам дать то, чтобы вы сами себе доверяли, знали, доверяли знаниям. Что я очень нравится об этом, это, когда ты веришь на тебя, когда ты действительно веришься на эту веру, и ты начнешь свою собственную путь, или свою собственную путь к тебе, ты не нуждаешься там, и ты не можешь ни у кого там учить. И когда вы до конца будете говорить себе, что вы знаете, вам никто больше не нужен, кто вас научит чему-то. Вы знаете. После этого, все вы нужны, чтобы вас был друг рядом, кто вам задаст вопрос. Просто что нужно, чтобы вас был друг рядом, кто вам задаст вопрос? То есть, это последний наш трат на обучение, правильно? Что? Еще раз, Это наши последние траты на обучение. Старко, супер вопрос. Это значит, это будет наш последний инвестиция в нашим учебником, правильно? Абсолютно. Да, после этого это просто весело. Два года назад я прекратил ходить в классы, потому что обязанности. И я только пошел в классы, потому что это было весело. И за последние два года мы только отказались от двух классов, которые мы создавали просто нам казалось, что это нам не будет радости. Поднялось, когда сказали, я получаю, 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 что можно что-то получить не очень хорошее. И как бы вот, как мое тело, оно это отметет или получаю, получаю, имеется в виду, ну, все только хорошее. Вот что-то у меня вот здесь вопрос. Да, да. Интересный момент, когда ты сказал, receive, receive, receive. Does it mean that our body receives only the good things or I can catch some strange stuff? Or my body will just choose what is good, what is not good? Yeah, your body knows what it wants. And all you've got to start doing is asking to create and receive the joy. You know how, I look at our bodies as receivers. And most of us have got all the channels wide open, so we receive the crap and the good stuff. What would happen if we just started asking our bodies to just show us where the joy is? What if we started asking our bodies to show us what will be fun and creative for us? What we tend to do is focus on the unhappy, the sad, the bad. I mean, I already stopped watching the news and TV. Мы прекратили, например, смотреть новости, телевидение. Six or seven years ago now, I just don't watch, just sometimes if we're in a motel, I might watch TV. But it's like, eh, I'd rather read a book. I have a big seven-foot screen and a projector so I can watch a movie if I choose. But I have to choose. Yeah, thank you. Welcome. And really, just start being selective about what you become aware of. but what you focus on. But what? But what you focus on. Ah, да. Осознавайте, на что вы обращаете внимание, где вы концентрируете, куда направляете свое внимание. На получение, да? На получение, да? Mm-hmm. On receiving, correct? Absolutely. Yeah. Nice. Thank you. Yeah, you're welcome. Yeah. Just to receive the joy. And your body can show you who's talking crap and who's the abuser and move you away from them. Well, that you have to receive from them. When we use our minds, we tend to get in trouble. So, why do anyway? I'll tell you one story, and then I'll shut up, okay? I had a friend in Australia, and she was always trying to find a boyfriend. And she would go and meet these guys, lots of money, nice toys, you know, motorbike, car, jet ski, blah, blah. And one day she rang me, she said, what is this? They're all assholes. They're cute, they talk all the right words, and then they turn out to be assholes. And I said to her, but you know, when you first meet them, you already know they're assholes. Why do you go out with them? Yeah, but they've got money, and they've got all the toys. What she was doing, she was overriding her body's knowing, because of what she saw. And I suggested to her to stop looking at the toys and listening to her body. Life became a lot easier for her. Not as many dates, but you didn't have to kiss a lot of frogs either. Okay. So, she didn't have to be the princess and kiss all the frogs to find the nice one. But it's just a choice. Trust your knowing, trust your body. And just practice it. Well, I'm going to say thank you and good night. Gaby's already had to go. Thank you so much. You're welcome. Oh, thank you for the fun night. That's, yeah. Спасибо за такой классный вечер с вами. А можно я еще поблагодарю? Конечно. Да. Грег, привет. Я очень рада тебя видеть и Габе. Если ты помнишь, я была на классе в Москве. Грег, I'm really happy to see you again. I was at your class in Moscow. И ты сделал реально чудо. Потому что, если ты помнишь, я там рыдала в последний день на кушетке по поводу своих рук. Если ты помнишь, то вчера я реально шутила и крыла на массаж-табле, потому что мои руки. Это действительно чудо. Ты действительно создавал чудо. Да, потому что сейчас у меня все в порядке с руками. И это чудо. И на самом деле там есть маленькая история. Я могу ее рассказать. Чуть-чуть. Два слова. Хорошо. По поводу, когда я приехала с класса, мой мозг сказал, ну нет, этого не было. И начал вас создавать заново все то, что было у меня на руках. Когда я вернула из класса, это была интересная история. И тогда я сделала то, что говорила о Габе по поводу того, что мы можем просто вернуться в исходную точку и там все поменять и перезаписать то, что было. И я увидела снова этот момент, так как я снова лежала на кушетке и как-то отправила всех сущностей. И все изменилось. И просто на следующий день все прошло и больше не возвращалась. И я очень... Анастасия, я могу тебе поделиться секретом? Я ничего не делала. Я ничего не делала. Ты делала. Ты сама все делала. Ты оставила. Ты создала это чудо для себя. И я ничего не делала. Это правда. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Это был такой классный класс. И я смотрела много чудеса, которые происходили в этом классе. Да. Вот все чудеса, которые происходили в этом классе. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Но вы создали это чудеса для тебя. Ты выбрали. Что вы создали эти чудеса. Саида, это же самое. Да? Саида, у тебя тоже самое. Да? Нет, я просто... Я хочу сказать, что именно то, что нам дали Грек и Габи, я использовала. Я хочу сказать, что все, что Габи и Греки дали Габи, это помогла брату мужа, которого был инсульт. То, что именно то объясняли Греки и Габи. То, что именно то объясняли Греки и Габи. И естественно... И на протяжении всего этого времени я помогала своей дочери. И я всегда помогала моей дочери. И поддерживала ее. И она тоже много изменений. Она имеет так много изменений. Круто! Это очень классно! И сегодня еще у меня была такая ломка, у меня была такая боль, что муж испугался и хотел подзывать скорую, докторов. Я сказала, нет, я дотерплю до зума и Грек мне поможет. Сейчас я сижу, у меня вообще круто! И я рассказывала, что я буду ждать, пока это зума и Грек мне сейчас помогает, чтобы все это решить. Спасибо! Спасибо! Спасибо вам! Так прекрасно! Так прекрасно! Да! Это прекрасная класса! Классный класс! Да! Это что делает меня, это мое, это мое движение, это мое движение. Просто видеть людей, выбирать их знания, проверять их знания. Это то, что люди доверяют себе, доверяют своему знанию, доверяют телам. Да! Спасибо. Спасибо. Я позволю вас сейчас. Мне нужно готовить ужин. Мне нужно готовить ужин. Я хочу готовить ужин. Пока. Пока. И мы увидимся скоро, хорошо? Мы увидимся скоро. Пока. Хорошо. Спокойной ночи всем. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.